А в минувшие выходные в рамках первенства России по мини-футболу среди любительских коллективов ноябрьская «Газпромнефть» принимала лидера зоны Западная Сибирь – Ханты-Мансийскую Югру. В первом поединке нефтяники начали резво, захватили инициативу и вскоре повели 2-0, благодаря точным ударам Сергея Орлова и Глеба Климова. Однако вторую десятиминутку «Газпромнефть» провела не так активно, пропустив сразу два гола в раздевалку. На перерыв хозяева ушли, уже уступая 2-6. Большую часть второго отрезка встречи «Газпромнефть» играла, заменив вратаря на пятого полевого игрока. Все это позволило раскачать игру. В концовке Иван Даниканич и Стас Акузин сократили счет 5-7. Гости занервничали. Впрочем, финальный штурм дивидендов «Газпромнефти» так и не принес. Как итог, восьмое поражение подряд. Немножко не проснулись. Вчера поздно приехали, только ночью. Легли поздно, наверное, немножко, как сказать, недонастрой. А соперник сильный, так что никакой недооценки быть не могло. Наверное, они повели 2-0, подрасслабились немножко. Мы просто ситуацией воспользовались, а потом уже старались удержать свое преимущество. Повторная встреча получилась в целом бесперспективной. Югра уверенно начала и как результат счет в первом тайме 3-0. После перерыва гол Ивана Даниканича подарил некую надежду. Однако угрюмые 1-7 за 10 минут до финальной сирены откровенно разочаровали болельщиков. Команды доиграли матч, обменявшись голами. 2-8. В этом сезоне «Газпромнефть» осталось провести дома по 2 матча с сургутскими студентами и ноябрьским виражом. Турнирное положение нефтяников эти игры значительно не улучшат. А вот фундамент для создания нового боеспособного коллектива создать помогут. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. На ближайшие 4 дня центр досуга «Нефтяник» превратится в торговый комплекс. В ноябрь сквернулась Вятская ярмарка. Традиционно организаторы предлагают качественную продукцию со всей России и ближнего зарубежья. Подробности в нашем следующем сюжете. Подобрать модные аксессуары, обновить гардероб и порадовать близких роскошным подарком ко Дню Святого Валентина. Теперь все это можно сделать, значительно сэкономив денежные средства. С понедельника по четверг в городе работает Вятская ярмарка, визитной карточкой которой по-прежнему остается постельное белье. На этот раз продавцы предлагают подарочные наборы к стремительно приближающимся праздникам. К предстоящим праздникам от День Святого Валентина, 23 и 8 марта, мы представляем очень много сувенирной продукции. Это постельное белье, полотенце. То есть на любой вкус можно сделать подарок для любимого, для друга, подруги. Хорошим подарком любимой женщине станут украшения. Продавец-консультант Валентина привезла последние новинки из мира самоцветов. В тренде изделия с гранатом. Как известно, гранат – камень влюбленных. Такой подарок символизирует дружбу, любовь и благодарность. Давайте, вот камушек гранат. Камень страсти, пламени, любви. Камушек, которые дают взаимные отношения. Я считаю, что именно 14 февраля он будет очень хорош. Порадовать вторую половинку можно и модными аксессуарами. Более ста видов различных платков и палантинов. Яркие весенние раскраски украсят любую модницу, а в придачу к покупке – мастер-класс. Также у нас в продаже есть брошь-зажимы. Они многофункциональные. У них есть булавочки. Булавочка пристегивается, сверху вниз продевается. Зажали – у вас будет брошечка. Булавочку отложили. Платочек сворачиваем косыночкой. Посерединке берем, продеваем пальчиком в разные стороны и зажаем. Получается у нас вот такое вот украшение. И каждую брошечку можно носить и с платками, и с шарфами, и с шерстью, и с шелком. И получаются вот такие вот украшения интересные. Еще можно использовать, например, если блаточек собирается одна сторона, дошли до угла, повернутая, собирается вторая сторона. И у вас должна получиться лодочка. Тонким кончиком мы бантик вокруг обвязываем. И у нас получится вот такое вот украшение. Каждая женщина может себя красиво украсить. Широкий ассортимент облегчит выбор подарка не только мужчинам. Отличным презентом к 23 февраля станут эксклюзивные чехлы для автомобиля. Людям мы создаем такие варианты чехлов, допустим, чтобы они были доступны из мутона. А есть эксклюзивы – это волки, норка, каракуль. Люди покупают, им интересно. Это волк. Вот это из волка, роспус волка. Есть козы, есть норки, есть каракуль. Мутоновые очень интересные, цельные. Ну, бывают кусковые, это гораздо дешевле, конечно, а цельные – не. И мы работаем только хорошим мутоном. Он называется велюр-мутон, который используется в производстве шуб. Невозможно обойти вниманием и ковры авторской работы. Изделия из шерсти ламы или верблюды – беспроигрышный вариант в качестве подарка дорогим родителям. Что касается традиционных для ярмарки продуктов, вкуснейший мёд и фирменные соленья ждут своих покупателей. Вятская ярмарка приезжает в наш город не первый раз и всегда пользуется популярностью. Это говорит о многом и в первую очередь о качестве представленных товаров. Яна Добровольская, Карина Израиль и Григорий Куроптев. Новости нашего города. Пять из девяти ноябрьские брейкденсеры выступили на открытом чемпионате округа «Катапульта». Более 180 танцоров в возрасте от 8 до 29 лет состязались в девяти номинациях. В пяти из них победителями признаны представители нашего города. Выступление ребят мы оставили без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Одежда ведущему предоставлена индивидуальным предпринимателем Галиной Копач Магазин Капрыс. Город Ноябрьск. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА